доброго всем утра 5 часов чем-то выбираемся наташа мне слова рюкзак с документами деньгами оставить в палатке да сейчас палатка в поле зрения наташа все еще верит в чудеса что любит добрые и не ворует ну напишите в коментах у вас было бы куча денег паспорта документы вы оставляли рюкзак палатки я бы не потому звонить посольство искать что делать что делать так вот люди уже готовы на завтрак мы идем на этот point сказал наташа женщина которая ждала вчера прихода слонов сидела долго на веранде уже здесь правильно кто рано стоит тут слонов видит так ну что пока ничего не видно ничего не видно но красиво доброго всем утра женщина фыркнула и ушла бывает вот смотрите верно животные тоже стат столы свободны мы сели за тем же столиком что и вчера на ужине наташа кофе делает решили взять свой кофе здесь кофе так себе смотрите вот такой кофе купили за 288 шиннингов классный я вам аус уже заварили себе и будет нормальный кофе они растворили сейчас еще две минутки пойдем уже брать наташа встала и пошла первое но правильно ждать почему это что там заказала два омлетика тут только яйца да или дополнительно есть какие-то джамбо так бис бекончик сейчас посмотрим что у нас здесь бекончики сосиски очень похоже как в отеле амбаселе дальше что здесь сладкая картошка помидоры и мужчина меня круглый нас снимали ценки кросса на кросса ну поменьше чуть-чуть на завтрак поменьше апельсиновый сок и ананасовый сок пахнет вкусно что это бимби кури да давай кашку поедим потому что маловато маловато вам баселе было покруче погучнее что там у нас со сладостями вот хлебушек можно отрезать папайя нужно будет поесть папайя арбуз маракуйя мы в гостях много маракуйи поели но там сладкая прикольная кисленькую привыкла есть ананасик вот по фруктишкам я пройдусь ну джемы и мёд мёд кстати мы пробовали когда я взяла в прошлый раз он такой необычный как гречаный вкус такой сладкий сладкий ну и кофеёк такой но мы себе уже все сделали и вот наступает утро вставание ты там ты себе берешь расскажи ну это картошка бекон сосиска фасолька фасолька и омлетик я щас свой омлетик подожду иди относи а хлебушек а хлебушек он смотри вон не знаю где хлебушек то брать я не понимаю еще спасибо попросила наташу пойти мне кашу взять что-то мне кажется здесь так сосиска и бекон сильно зажали ну чтоб живот потом не болело вот смотрите к нам пришли марабу такие красивые огромные птицы они когда вчера летали напоминали орлов вообще наташа подумаю что птица секретарь но это марабу прикольно хоть кто-то нам пожаловал даже лицо пыли за телефоном кто-то начинает к нам приходить на завтрак всем приятно позавтракать смотрите какая кашка темная непонятно из чего она придет наташа попробуй на не так вообще что какао какао в чашечке а наташа наверху уже уже забралась и снимает марабу их много прилетело очень прикольные птицы мы вчера наблюдали красиво летают так спят на ветках уже нано вчера устраивались надеюсь видео это показало что они высоко так летали вчера просто как королы а наташа там классный мостик такой придумали ну ладно пара перекусить смотрите кашу я попробовала но мне реально напоминает перетертая какао и какую-то перетертую кашу это как суп-пюре только каша еще вот вкус какао то есть наташа пройдет мне интересно ее мнение наташа застряла как тебе моя работница сняла ой они такие потешные ой сколько я хочу покажу начались она достачает то есть там берутся просто целая стая то есть на этом сидит на беру каша говорит уже дождь идет она сюда прибежала куча в кучах сейчас хочу чтоб ты попробовала кашу что у меня каша так ну она интересная какой вкус что ты скажешь ну так а что они диетическая больничка дают кашку такую знаю а что она тебе напоминает ничего ну какую-то как муку если честно а мне она как перетертый суп-пюре и какао тебе можно по колеру какао нет реально пробовала как косточки какао что-то пень мне не расписывается мне какую-то кашу вот именно мне нормальную сделала так я думаю блин прикольно ну как цвет да я показала мне она еще вообще напомнила какао и перетертый суп-пюре это вообще то что дает энергию и не дает вес да и не дает да сейчас наем дайте мне кастрюльку хорошенько отлично отлично я такую энергию готова ну еще раз что там про картошку это батат наверное это не картошка потому что у нее структура такая не сидит ну сейчас не это сладкое это сладкое а там была написана у нас ведь патетом а-а-а я побачила взять и патетом ну сладенькое на вкусненькое на вкусненькое а на калории да там больше мы довелись кстати завесы так как у нас ночь прошла а-а-а не ну ночь так прошла отлично вообще все только света не было ну это в конце утром мы уже стали но такое не об этом речь только ли где спать так хорошо так заснули так прекрасно и тут значит какой-то топ-топ-топ-топ-топ возле это ворот наших то есть возле двери и ключ вставляется с той стороны с внешней в нашу комнатушку в нашу палату простите я сейчас покажу как вообще можно перепутать вот один дом один дом на отшибе один дом как можно так перепить пиво чтоб перепутать да тут на вечере тут практически все пили пиво и французы и немцы и все которые с другими паспортами и кроме Украины вот то есть не мы и значит наверно так хорошо отметились и реально так настойчиво проворачивает Пока мы и заорали, go out, it's our house. Открывайте глаза. Вот я начала смеяться, и такая тень, она же видна, такая тень. Короче, ночевали бы с кем-то, не сами. Друзья, смотрите, вот мы это мелочко фруктов. Громче, громче, а то люди так кричат, что вот. Никто не стесняется. Арбуз, папайя, ананас и маракуйя. Арбуз и ананас, думаю, запросто люди. Люди могут опознать, а вот папайя, это нечто такое новое, не все ее пробовали, и маракуйя. Просто я в Инстаграме запустила фотки, и многие спрашивали, что такое маракуйя. Также он называется фрукт, фрукт страсти. Это такие косточки. Оно просто, оно, ой, не видно, оно на солнце немного. Оно круглое. Нет, 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 дай мне. Держи, дай мне в ручку. Разрезается надвое. По виду, кстати, не очень красиво. И выедается косточка. А когда мы пробовали в странах Азии, оно было кисловатое, оно мне всегда понравилось. А это вот в этой стране, в Кении, оно какое-то сладкое, вкусное. И когда оно спелое, уже хорошо, его можно даже без ложки есть, оно прямо вытекает. Просто берете и... Сейчас процесс, процесс. Вот с хрункой эти. Это кисленькие. Это кисленькие. То есть много не берем. А вот нас угостили. Ну, мне нормально, а я кислые ела. Просто первые мы попробовали такие сладкие. Сладкую маракуйю в наробе. Да, это домашняя была маракуйка. Кожица желтого цвета. Но не факт, что она будет тоже вся такая. Ну, короче, то, что мы ели, она была сладкая. Микс какой-то вкуса. Это киви с... Опять я забыла этот фрукт или что, ягода, которую перетирают с сахаром зеленым. Фейхуа, вот. Фейхуа, да. А когда ее ешь, то как будто бы вкус этого... Крыжовника. Ты меня снимаешь? Да, тебя снимаю. Кого же? Это папайку. Я думала, что я переломся с папайком. Такой сладкий вкус. Что-то среднее, вот что-то из дынивых. Как дыня, только папай. Ну, не похоже, кстати, такая же продолговатая на дыню. А иногда она подванивает. Нет. А вообще-то ее едят еще, это поливают лаймом. Но когда она вкусная, спелая, никакого лайма не нужно. Просто ешь, она вообще такой класс. А ты как дыня, только она всегда сладкая. Не всегда. Ну, когда она не спелая. Ну, не спелая. Вот эта спелая, уже видно, что спелая. Просто шикарная. Смачненько, да? То есть первая кисленькая, вторая сладенькая. Арбузик тоже подвес. А он попозим мальчиком, он караулит обезьян. А, сейчас, 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 да. Сейчас, сейчас он пройдет. Придается много рогаток, и мы думали, зачем они пройдут. Вот видите, парень, у него рогатка в руках. Если присмотритесь, это да. Целая куча обезьян. Если помните, если я уже выкладывала видео, как мы попали с бабуинами в нашем отеле Амбас Эли, теперь поймали, зачем рогатки. Это кофеек не пила еще? Потом мы будем пробовать кофеек, но там расскажут вкусы. А арбузик попробуйте. Арбузик, ну арбузик, как арбузик. Анасик, анасик. Как это? Анасик, сало, как сало, что его ест? Да? Ну, что это такое? Поняла. Ну, что это такое? А вдруг он невкусный после этих всех? Передаю вам всем вкус арбузам. Классно. Классно. Да? Ну, кстати, анас не всегда бывает хороший, действительно. Но здесь вроде как вкусный. Бамбас Эли был вкусный. Ой, слушай, парит. Я чувствую, что парить, будет дождь. Классный. А вот. Хороший, сладкий, хорошо кусается, хорошо естся. Структура нежнейшая, да? Вот папайя шикарная выглядит. Все, я тоже уже хочу. Я ем, 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 я уже устала есть. Покажи, что это вот это. Тая каша сытная. Каша сытная. Нет, я все даем. Я не могу еду выбрасывать. Правильно. А так обезьянок. А ну. Где-то мальчик увидел обезьянку. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Согнал ее. Короче, надо купить нам тоже такую штуку. Приходится. Ну, это же красиво. Глазки, ну, непонятно что и ротик. Сейчас кофе Наташа будет пробовать. О-о-о-о. Хотя, опять, мы уже его пробовали. Оно очень классное. Классное и стоит нормально. Есть кофе, которое вот такое же Джава по 15 баксов, да? Нет. 1600. Давайте молодец. Ну, фирмы такой же. А, фирма, да. Но вкус другой и 15 баксов. Это ой-ой-ой прилично. Классный. Крепкий, хороший, насыщенный кенийский кофе. У меня он вот как раз по кислотности отлично. Не кислый. Не пахнет пережженным хлебом. Корками бородинского хлеба, как я называю. И приятный, мягкий вкус. Вот, вот, нормально вот. Не на грани, чтобы уйдет куда-то в блокполь вообще шкаф. Угу. Угу. За вас.